вообще всегда туберкулезная проблема проблема туберкулеза в тюрьмах она была были такие года когда мы действительно теряли большое количество спецконтингента когда действительно проблема была очень остро стояла ну последние годы все-таки благодаря конечно международным организациям благодаря тому что происходит в наших системе изменения в лучшую сторону нам удалось создать модель которая работает и дает свои плоды в плане противотуберкулезной службы мы значит постарались эту модель немножко скопировать то что делала когда-то международный комитет красного креста в республике азербайджан на тот момент она считалась одна из лучших практик в постсоветском пространстве и адаптировали ее под наш под нашу страну с учетом нашего менталитета то что сейчас получилось это вот пожалуйста результат то что происходит в колонии номер 31 многие эксперты приезжали смотрели уточняли это все проверяли смотрели значит результаты мы постоянно отчеты даем министерство здравоохранения национальный центр фтизиатрии и наши последние отчеты показываются о том что результаты хорошие та модель которую мы ее создали все-таки плоды дает хорошие и я считаю что она одна из лучших практик в постсоветском пространстве это само собой недавно представитель восказал что это одна из лучших практик даже в мире считается именно по пеницитарному здравоохранению касаемо борьбы с туберкулезом сейчас мы в принципе может уже смело говорить что по вопросу лечения у нас поставлено довольно таки хорошо единственное у нас немножко хромает это конечно же выявление мы сейчас в этом году совместно с международным комитетом красного креста поставили задачу направить свои усилия на выявление туберкулеза в периферических колониях с этой целью у нас проводится определенная работа и если мы правильно и вовремя будем выявлять теперь туберкулез в периферических колониях в следственных изоляторах то на ранних стадиях будем начинать лечение у нас проблем с туберкулезом уже практически не будет этот то что мы добились за последние годы еще раз повторюсь что это при том что большая поддержка от международного комитета красного креста от других международных организаций которые нам помогают в плане борьбы с туберкулезом и конечно же вот та работа которая проводится по реформированию уголовно-исполнительной системы все современные методики выявления диагностики туберкулеза мы применяем это использую используем аппарат джин эксперт который у нас находится свой мы используем национальную референс лабораторию национального центра фтизиатрии на питательные используя питательные среды и используем эти другие лаборатории европы такие как лаборатория борстеля куда отвозим тоже на анализ наши эти биоматериалы так что все современные методы условия плюс у нас современная лаборатория своя существует в учреждениях как слезы изолятор так и колония номер 31 и везде стоят современные рентгенового оборудования цифровые устойчивая форма туберкулеза это проблема не то что пеницитарная система это проблема в целом по нашей стране это не только наши нашей страны это многих стран и если по нашей статистике посмотреть то приблизительно 20 25 процентов мы именно такую форму получаем сейчас другой вопрос сейчас шагает еще широкая чувствительный туберкулез с ним как бороться это большая проблема она глобальная проблема мне это нужно решать уже не одной стране в целом это нужно регионально это даже в мировом масштабе нужно решать данную проблему у нас есть случай отказа от лечения здесь рецепт один простой просто мы с ними работаем работают врачи мы сейчас начинаем использовать практику такую что если осуждены будут отказываться от лечения то мы будем принимать различные меры дисциплинарного характера на сегодняшний момент по моему где-то около 15-18 осужденных которые находятся у нас в учреждении номер 31 это из числа тех которые отказались ли от лечения но больше они относятся к числу как бы отказчиков а к числу как бы нарушителей понимаете они принимали лечение потом нарушали режим потом опять начинали принимать ну в основном конечно причина отказа это тяжело принимать эти лекарства лекарства все-таки являются химическими препаратами которые довольно таки такси токсически действует полностью на организм каждый больной должен это осознавать что никакое лечение не является это легкой прогулкой это очень тяжело это во первых принимать такое большое количество лекарства которые действуют на почки на печень плюс еще само лечение но длительное нужно длиться два и более года поэтому не каждый выдерживает это есть еще такая категория который получив у нас основной вид лечения до потом переходя на поддерживающую дозу к этому времени у них приходит срок освобождения и нас освобождаются и выходя в на волю так сказать одни не каждый из них начинает продолжать лечиться поступать от глобального фонда они поступать в министерство здравоохранения а потом оттуда то что нужно для нашей системы мы берем красный крест он помогает нам больше как бы понимаете технически в плане разделения построения новых корпусов это непосредственно красный крест уже согласно меморандуму делает у нас в учреждениях дополнительные питания для осужденных дополнительные мотивирующие доплаты и медицинским сотрудникам на местах которые работают в противотомбриктозных учреждениях это все за счет красного креста то что я говорил глобальный фон глобальный фонд он как раз больше по медикаментам все эти медикаменты которые поступают нашу страну они поступают сначала в министерство здравоохранения в этот национальный центр фтизиатрия уже потом к нам передается у нас за 16 год вот за 10 месяцев за 9 месяцев у нас два случая смерти от туберкулеза это считай в разы ниже чем это было в прошлые года но у нас например 90-х годах туберкулезом болела добрая половина понимаете той или иной форме начальной или хронической форме или стадии обострения у него было ну это было 90-е начало двухтысячных годов допустим приблизительное количество больных которые принимала лечение на тот момент доходило до полутора тысяч осужденных которые одномоментно приходили и получали лечение на сегодня у нас чуть больше двухсот осужденных нуждаются в этом лечении получают это лечение и лечение жады более адекватное но контролируемая она ведется постоянным контролем это раз с постоянной контролем побочных эффектов и с постоянным правильным питанием и достаточным калорийным питанием вот это самое главное поэтому на сегодняшний момент количество самих больных резко уменьшилось и результаты процент выздоравливаемости намного выше стал отсюда и результат смертность два случая это считай практически мы стремимся к нулю и мы недалеки от этого 1 2 2 3 3